Здравствуйте! Мы продолжаем постигать глубинный смысл русского языка, и у нас уже начинается четвёртый виток. То, как раз вчера, о чём говорила Ирина Николаевна на пробуждении, о видах тел, что мы не только физическое тело. У нас здесь уже четвёрочка идёт. И первая буквица, которая начинает четвёртую строчку, ранее называлась «Слово». И образ, который распаковывает, который имеет данная буквица, — это материализованная мысль. То есть то произнесённая, то уже определённая или записанная. Поток слова. И если мы вспомним, то мы уже рассматривали. Это наше прошлое, настоящее и будущее. И в прошлом чаще всего у нас живут женщины, которые хотят... Фактами оперирующие. Да, фактами оперирующие. Помощь, всё. Все слова, обещания, которые вы сказали. Словом могут тараторить, забалтывать, забалтывать. Любят очень поспать. Сон, поспать. Симулировать. Да. Всё зависимо. Если у них не получается быть самодостаточной, самостоятельной и месть, с частью створить сотворчество с миром, то они опускаются в самый низ и становятся созависимыми, там, симулянтами, как-то где-то бы пристроиться. Невоспитанными это называется. И такие люди не обладают со-знанием, то есть не вложено просто знание, неплохо, нехорошо, нет наработанной, нужной, верной модели поведения. Тогда и не будет и сопричастия, и будет бесконечной крайности, не будет той золотой середины. Да, будет требование, будет требование, создай темнику сценарий, да, дайте требованию. Не будет такта, треба, потреба. И примеры на буквицу, на букву слова С, совместные, да, совесть, союз, сила, сила духа. Слово это всегда должно быть созвучно с образом, да. Мы же или что-то описываем словом, или командуем словом, или обесцениваем, да, принижаем за счет того, что сами хотим словом возвыситься над кем-то. А если это созвучие звучать, как камертон, к тому, к кому обращаюсь, тогда обязательно эти слова будут услышаны, потому что слово, оно запечатляет время. Хорошие, добрые слова, сказанные очень давно, они всегда воспоминанием вытаскиваются, да, мы помним в памяти это заужено, и всегда в тяжелые, непростые или непонятных временах и ситуациях мы всегда на них опираемся. Усилия, собственно, и прикладываем, а не перекладываем на кого-то, тогда и уважение подтянется, и удача. И удар можно будет избежать, да, и удачу подтянуть, урона не будет. Не будет урона, будет расти умения будут, будет удовлетворенность, и у слада на душе такая, что отлично получается, сладом, сотворчеством, с миром и духом.